Она лично пожимала руку королю и королеве Швеции и ужинала с ними за одним столом. Ученица из поселка Красное в свои 17 лет стала победителем Всероссийского водного конкурса научно-исследовательских проектов. Девушка обошла всех конкурентов, а их было почти 100. Мария Маркова, так зовут героиню, свою работу посвятила обнаружению причин загрязнения воды в заповеднике Ненецкий. Олег Котанзейский расскажет, как 17-летний подросток увидел то, чего не замечали взрослые. Об этой школе, где учатся всего 40 ребят, теперь знают, пожалуй, многие. Она прославилась благодаря 11-ти класснице, которая в 17 лет защищала честь нашей огромной страны на престижном международном конкурсе в Швеции. Предстоит искать его могилу, которая так и пропала без вести. Она вполне могла бы уже и сама преподавать, например, биологию, вот только школу еще не окончила. 17-летняя Мария Маркова из Красного до сих пор не может поверить в то, что стала лучшей на Всероссийском конкурсе. А в качестве награды получила билет в Швецию, где представляла нашу страну уже на международном уровне. В декабре я задавалась таким вопросом, а вот что, если я выиграю в номинации международной и поеду в Стокгольм? Ну, это была так, мечта. В течение двух лет девушка изучала причины загрязнения воды в заповеднике Ненецкий. За это время состоялось четыре научно-исследовательских экспедиции. Впрочем, Мария, конечно, не скрывает, на пути к триумфу ей помогли свой проект. Старшеклассница писала совместно с Натальей Понариной. Это научный руководитель, она же учитель биологии и химии. Мы работали в полевых условиях, а затем обрабатывали материал здесь, в нашей лаборатории. Самое главное в любой работе – это большое желание, целеустремленность и труд. Главный итог научной работы – установлены причины загрязнения воды. В нее периодически попадала нефть. Уникальные результаты исследований внесены в летописи природного заповедника. В том году дамба была разрушена, и мы писали, где только могли, что дамба разрушена, что ее надо восстанавливать, потому что идет каждый день непрерывное загрязнение. И в этом году ее восстановили. В Швеции ее проект лучшим не стал. Впрочем, это уже не важно. Мария из небольшого северного поселка доказала всему миру – у России огромный научный потенциал. А вот чем 11-й классница будет заниматься дальше, она говорит уже смело. Хочет стать врачом. Скорее, акушер-гинекологом. Кстати, круглая отличница. Несмотря на колоссальные успехи в учебе, одаренный себя все же не считает. Мне кажется, это считать себя одаренным. Ребенка меня другие могут считать, а я себя не могу считать. Ее классный руководитель Валентина Хатанзейская всегда понимала – Маша особенная, а потому свою подопечную всегда поддерживала в любых начинаниях. Сегодня и день, как у взрослого, расписан по минутам. Но когда подросток талантлив, разве это не может радовать? Очень хотелось, чтобы вот как-то это не растерялось. Чтобы она не устала от того, что так много сил, энергии она тратит на учебу. И кажется, что силы ее бесконечны. В ближайшее время 17-летняя Мария свой проект на 40 листах намерена доработать и отправить на следующий конкурс. Ведь мир-то еще не взят. Олег Хатанзейский, Александр Дуркин, Андрей Котов, Телеканал Север Красное.